Привет, друзья! С вами Наталья. Как у вас дела? У меня всё хорошо, всё по плану, скажем так. И сегодня я хочу с вами поделиться новостью. Я поставила себе брекеты. Вот так-то. Вот такие они страшненькие. Выглядит, конечно, ужасно. Кушать практически невозможно. В общем, придётся пересматривать своё питание, потому что твёрдую пищу, я очень люблю салатные листья, огурчики, в общем, салатики, но жевать это нереально. И потом это всё в один зубах. Каждую минуту я бегаю щёткой, всё это промываю, прочищаю. Ну, красота требует жертв. Я долго об этом думала, меня все отговаривали, какое твоё время брекеты. Но я решила, что зубы – это очень важная часть лица, и пока не поздно. Ну, надеюсь, у меня ещё полжизни впереди, поэтому я всё-таки решила рискнуть и, в общем, на два года вот заморочилась с этими брекетами. Вот теперь придётся себе готовить всякие кашки, машки, малашки. Так что вот так. Вот такие у меня новости. Не знаю, как я выдержу. Но зубы, конечно, побаливают, губам тоже как-то непривычно, неудобно, всё хочется натянуть, затянуть. Ну, не знаю, я читала в интернете, что прикус, он меняет и овал лица, и вот эти всякие морщины мимические, они тоже возникают от неправильного прикуса. Поэтому я, в общем, решила рискнуть. Не хочу стареть, ну что поделать. Так что вот такие у меня новости. До следующих встреч. Ой, я даже говорю как-то. Сю-сю-пусю. Ой, вот так выглядит теперь мой обед. Пюрешечка. Капусточка. Вот помидорчики маринованные. И майонезик. Но зато безопасно для брекетов. Всё это мягенькое. Капуста предварительно отваренная. И майонез тоже, конечно, всё это смягчает. Вот так вот буду кушать. Не знаю. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует...